Делегация провластной российской партии «Единая Россия» посетила отдельные районы Донбасса. Главным визитером стал зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генерального Совета Партии Андрей Турчак. Официальная причина приезда – визит ко дню празднования годовщины незаконного референдума. Неофициальная? Это связано с подготовкой к выборам в Государственную Думу. «Единая Россия» заключила соглашение с Союзом Добровольцев Донбасса и будет двигать их кандидатов в Думу. В связи с этим это была такая инспекционная поездка, предвыборная. Осенью в России состоятся парламентские выборы. Рейтинг провластной партии самый низкий за всю ее историю и колеблется в районе 30%. В поиске поддержки и дополнительных голосов «Единороссы» вслед за партией Прилепина и Миронова «Справедливая Россия. Патриоты за правду» тоже активизировалась на Донбассе. Эти 500 тысяч человек, принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму. И поскольку на Донбассе уже по разным данным около 600 тысяч человек получили российские паспорта, это потенциальный электорат, за который уже идет борьба. Причем в разных провластных российских группировках. Например, в «Единой России» эту функцию борьбы за голоса новых российских граждан на украинской территории взял на себя бывший так называемый премьер ДНР господин Бородай. Александр Бородай – глава организации «Союз добровольцев Донбасса», а ранее – председатель так называемого Совета министров ДНР. Именно с этой организацией накануне приезда в Донецк в Луганск «Единая Россия» подписала соглашение о сотрудничестве. Мы можем не только воевать, не только защищать Родину на полях сражений, но и что-то сделать в мирной жизни. Поэтому мы избрали путь вхождения во внутреннюю политику Российской Федерации. И теперь мы с огромным удовольствием объявляем о том, что мы идем на предстоящие выборы вместе с партией «Единая Россия». Курс на включение бывших боевиков в легальную российскую политику выбран с целью взять под контроль людей с военным опытом, ведь из инструментов путинской захватнической политики они могут превратиться в потенциальную угрозу Кремлю. Поэтому лучше эту силу приручить. Думаю, это вопрос вообще не в контексте Донбасса принимался, потому что, в принципе, я думаю, это, исходя из внутренней ситуации, и правящая партия видит в этих людях потенциальную ударную силу в случае беспорядков на территории России. То есть, если граждане Российской Федерации захотят мирным способом показать власти, что они с ней не согласны, вот такие люди будут выходить на улицы, по примеру, Украины, пытаться силовым образом воздействовать. Кремль рассчитывает получить голоса жителей Донбасса с российскими паспортами. Правда, как будет организовано голосование, вопрос открытый. Озвучивался вариант открыть избирательные участки в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Но это сложный политико-правовой процесс для самой России, за который страна может получить дополнительные санкции. Ну да, голосование будет в Ростовской области. Это уже понятно, хотя бы по этому самому соглашению с добровольцами, что они сейчас зарегистрировались на праймерис по кругам Ростовской области. Поэтому уже можно заключить, что голосование будет проходить там. Массовой явки они обеспечить, конечно, не смогут. В отличие от голосования за поправки в Конституцию в 2020 году, которая проходила несколько дней, выборы в парламент пройдут в один. В то же время пропускная способность всех КПП на выезд в Россию из отдельных районов Донецкой и Луганской областей не выше 30 тысяч в сутки. Вместе с тем аналитик московского центра Корнегия Константин Скоркин отмечает, приезд и заявления членов делегации «Единой России» в Донецк и Луганск имеют пропагандистскую цель. Это такой пропагандистский шаг, поскольку та часть населения Уртло, которая недовольна медленностью этой интеграции, того, что почему нас не присоединяют как Крым к России, чтобы успокоить настроение этой части жителей Донбасса, вот, собственно, делаются такие пропагандистские шаги. Показывается, что Россия вас не бросает, процесс идет, как бы вот сейчас там дали паспорта, привлекли вот к голосованию, ну а дальше будут как бы следующие, когда-то шаги. Вот, как бы на этом делается акцент. Это подтверждает тот факт, что подконтрольные группировкам СМИ представили приезд делегации «Единой России» в Донецк и Луганск чуть ли не фактическим признанием России ЛНР и ДНР. Семь лет Донбасс отстаивает свою независимость, точка невозврата пройдена. Это подтверждает и приезд секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. А приезд правящей партии «Единая Россия» – это юридическое признание ДНР и ЛНР. По мнению политолога Владимира Офисенко, кроме пропаганды, в такие действия вшита угроза ползучей интеграции в Россию украинских территорий. Формально их в состав России не включают. Россия даже не признает на данный момент вот эти две квази-республики. Хотя контакты на самых разных уровнях осуществляются. Но интегрируют в состав России жители этого региона. Поэтому речь идет о гибридной интеграции. Почему не идут на официальную интеграцию? Потому что это разрушит весь фундамент Минских соглашений. В то же время такими действиями Кремль оказывает постоянное и увеличивающееся давление на украинскую власть и пытается вынудить пойти на уступки. То есть это с такой своеобразным ультиматумом Киеву, да, такой шантаж. Что чем дольше вы будете затягивать и не забирать эти территории, так как это видим мы в том формате, да, то тем хуже будут эти условия и Донбасс вы как бы теряете. Ну, примерно так. К чему это будет приводить? Ну, к тому, что присутствие России на этих территориях будет... Но тут как бы есть и обратная сторона, да. Поскольку присутствие России будет все ощутимее и все сильнее на этих территориях, то шансов на то, что Минские соглашения в их же варианте будут выполнены, становится все меньше. Поэтому уже сейчас Киеву необходимо реагировать на грубые нарушения Минских соглашений, используя все имеющиеся переговорные площадки и международное давление на Россию. Ведь с каждым днем Кремль делает процесс реинтеграции этих людей и территорий обратно в Украину менее вероятным.